Всем привет! В эфире Заметки о Черкесии. Сегодня мы в Нальчике, в гостях у Виктора Котлерова, известного путешественника, исследователя природы, истории Кабардино-Балкарии и издателя замечательных книг серии Кавказ. Хотел у вас уточнить такой вопрос, поскольку у нас основные подписчики наши, которые смотрят это, как правило, Адыгея, Краснодар, это та часть Кавказа, хотели бы познакомить немножко больше с вашей деятельностью, их именно ту сторону. И хотел бы задать вопрос, часто спрашивают, ну такой ряд даже, наверное, вопросов. Первый из них главный, вот ваша деятельность, связанная с путешествиями и с исследованиями, и издательство. Что из этого было первее, и что именно повлекло вас к этому, к этой деятельности? Очень такой взаимосвязанный вопрос. Значит, в 92-м году, уже более 25 лет назад, я организовал издательство, которое назвал Эльфа. Эльфа расшифровывается так, это Эль, это Эльбрус, а Фа, это Фатум, урок, судьба, предназначение. Это издательство было при Полиграфкомбинате, и за это время мы выпустили более 300 самых разных книг, в том числе и начали серию, которая довольно была популярная, да и сейчас популярная, называется Кавказский литературно-исторический Олимп, Клио. Мы поставили свою задачу вернуть читателю тот Кавказ, о котором ничего практически не было известно в советское время. Вот представьте, значит, на тему Кавказа, только по справочнику Пагирева, присутствует более 3000 различных публикаций, в том числе множество работ, больших работ. До периода перестройки было опубликовано, тоже вдумайтесь, 17, всего 17 работ. Это невероятно мало. И вот мы попытались открыть Кавказ читателю. Не столько, как терра инкогнито, неизвестная страна, сколько показать ментальность народов здесь проживающих, показать их корни. Это было непростое дело, потому что практически все эти работы остались или в архивах, или в каких-то библиотеках, в особых фондах. Но за короткое время, за 8 лет, с 92 по 2000 год, было выпущено более 500 работ в этой серии. Тогда же мы начали направление, которое, по большому счету, самое перспективное. Орография Кавказа. Орография. Орография – это территория проживания, внешний облик, так скажем так, местности, где живут народы Кавказа. В силу разного рода причин, в 2000 году я ушел из Эльфа, ее уже давно нет, и организовал новое издательство, которое назвал «Полиграф сервис» на тот момент, а впоследствии оно получило название от имени учредителей, издательства «Марии» Виктора Котлерова. Именно с 2000 года и началась наша, скажем так, по большому счету, исследовательская деятельность. Но если говорить о деятельности издательской, то за это время, с 2000 года по нынешний, 2018 год, издано более 3000 книг, и 95-96% из них посвящено Кавказу. Истории, орографии, этнографии народов здесь проживающих. Изданы невероятно интересные работы, в том числе монументальные работы в серии, в одной из наших серий. Ну, первая, это главная серия, это Кавказ. Кавказ, народы, история. Можно уточняю еще вопрос один, вы говорили про Эльфа. Насколько я помню, про Эльфа еще выходили на книги, ну, например, Джеймс Белл, вроде бы его были путешествия, Клапрот. Клапрот. Вы их переводили? Значит, смотрите, это была очень всесторонняя, была создана команда энтузиастов при нашем издательстве. Конечно, часть работ мы получили уже в готовом виде. То есть, допустим, Лапинский, его знаменитая работа «Теофил Лапинский. Горцы Кавказа и их освободительная борьба против русских». Эта работа была переведена Гордановым, но она так и осталась в списках, она так и осталась в рукописи. Мы смогли ее выкупить, смогли перевести ее. Но часть работ мы заказали переводчикам, в частности, вышел Белл, вышли этого, вышел еще целый ряд других авторов, которые были, ну, по большому счету, почему они не издавались? Прежде всего, потому что и Белл, и другие, они были английскими разведчиками и преследовали свои цели против России, желая поднять Кавказ, да, поднять Кавказ против России. Но наряду с этим они оставили невероятно интересные записки, они оставили рассказы о том, как жили народы, чем они заботились, какие у них были очень ментальные детали, множество великих самых разных моментов, которые до сих пор интересны. В частности, это вот такие работы, как я уже сказал, Белла и других, Клапрота, но помимо этого, огромное количество работ оставалось просто неизвестными. Что значит, один раз было издано в каких-то, допустим, 1800 каком-то там году, или даже в 1700, и впоследствии не переиздавалось. Мы их постарались вернуть. Эту же самую тему мы продолжили и конкретно уже в новом издательстве. Была вот задумана, как я уже сказал, серия «Кавказ». Серия «Кавказ», с одной стороны, она как будто вторична, то есть мы возвращаем работы, которые уже известны, но она и первична. Ну, допустим, мы издали двухтомник в плену угорцев. Были собраны множество работ, которые один раз были напечатаны, то ли в списках ходили, то ли еще что-то. Мы их объединили. В частности, работы про Шамиля, как был плен у Шамиля, они не переиздавались. И множество других работ, ну, в том числе, ну, надо смотреть, это, конечно, весь список. Это очень большой список, и этот двухтомник вызвал повышенный интерес. Допустим, были изданы работы Ковалевского, знаменитых, у Ковалевских было три. Был этнограф Ковалевский, но был еще и совершенно забытый врач Ковалевский. Его работы в советское время не воспринимали по той простой причине, что будто бы он был непрофессионал, занимался не тем, чем надо, лучше бы говорили, занимался медициной. Но на самом деле его две основные работы, это «Кавказская война» и «Народы Кавказа», они представляют немалый интерес. Во-первых, Ковалевский смог собрать ту всю фактуру, которая была на тот момент. Во-вторых, он показал свое видение. Да, в чем-то там есть дилетантизм, в чем-то какие-то есть недочеты. Но в целом это невероятно интересная работа. Далее, в этой серии на сегодня вышло уже 23 тома. Это, допустим, европейские дневники, нарративные источники, то есть, опять же говорю, дневниковые. Как европейцы оценивали народы Кавказа, отдельный тон, европейские путешественники о народах Кавказа. Там очень много замечаний, много моментов, которые касаются ингушей, чеченцев. То есть, мы в этой лакуне Кабардино-Балкарии не замыкались, мы старались осветить весь Кавказ. Потому что и тема серии, так и называется, Кавказ. Ну, одним словом, 23 тома – это 23 автора, которых мы вернули современному читателю. Сегодня серия выходит достаточно, ну, скажем так, непродуктивно. По той простой причине, что книги не востребованы. Но более востребованы, скажем так, работы по орографиям, орографии Кавказа. Вот, если возвращаясь к этой теме, начиная с 2000-х годов, мы обратились к, скажем так, орографии Кавказа, орографии Северного Кавказа. Что этому стала причиной или почему это произошло? Знаете, я, конечно, это мне уже 65 лет, достаточно много я видел, особенно во время работы в газете «Советская молодежь», где я был корреспондентом, завещаемый отдел и так далее. Всю республику как будто казалось объездил. Ну вот, в начале 2000-х мы побывали в ряде мест, и вы знаете, как сказать, спустя какие-то годы, когда я проехал, я вдруг понял, что изменилась не только республика, изменилась и орография, то есть ее внешнее восприятие. Раньше я ездил, по большому счету, по верхам, что-то с чем-то, встретился о чем-то, и вдруг я увидел, что республика – это действительно жемчужина Кавказа. Мы ее, наши книги, одна из книг так называется, как на Балкарии «Жемчужина Кавказа». Вдумайтесь, вот такие выдающиеся авторы, как Константин Александрович Кейдзе, кстати говоря, совершенно недооцененный, совершенно, по большому счету, обиженный нашим читателям автор. Автор таких выдающихся произведений, как «Страна Прометея», «Крылья над бездной», «Путник с Востока» и множество других. У него более 10 книг, которые посвящены Кавказу. Они неизвестны, за исключением 3-4, которые мы издали. Неизвестны по той простой причине, что он оказался в рядах белых эмигрантов. Он выехал в Чехию, хотя и там его преследовали. Он сидел после освобождения Чесловакии в 1945 году, его посадили в концлагерь. Он должен был ожесточиться. Но любовь к Кавказу, светлая, чистая, он сам из Моздока там родился, но очень много честно было связано с Кабардино-Балкарией. Любовь к Кавказу он пронес через свою жизнь. Строй может меняться, а чувства, они остаются прежними. И вот «Страна Прометея» назвал он свою книгу. Это о Кабардино-Балкарии. Исаак Бабель, выдающийся русский советский писатель, назвал Кабардино-Балкарию «Страной чудес». Всеволод Миллер, выдающийся этнограф о Кабардино-Балкарии сказал, что это заповедник мировой истории. Этот ряд можно множить и множить. И вот, как бы сказать, начиная, читая вот эти все интересы, произошел, как сказать, от того, что мы стали читать эту литературу. Потому что, естественно, книги издавались только тогда, когда после того, как их сам прочитаешь как-то, оцениваешь и прочее. И вдруг пришло понимание, что я не то, что не знаю Кавказ. Я вообще даже представления не имею о нем, какой он, что он. А Кавказ – это не просто мировая история. Это отсюда пошла цивилизация. Не случайно вспомните в паспортах европейцев и западноевропейцев. Кавказионе, кавказский человек, человек с Кавказа. Отсюда пошла цивилизация. Здесь десятки, десятки племен, которые потом пришли в Европу, от которых началась, ну, многие говорят, что это своего рода фейк история. Это я так считаю. Ну, пусть я так считаю. Отсюда началась и Греция, и Древний Рим, и отсюда, может быть, даже я в этом уверен, начался Древний Египт. Вот Египет, вот вдумайтесь в такую атаку, сталкиваясь с различными, со стариками. Сегодня, к сожалению, их нет. Те, с которыми мы беседовали, они ушли, не передав свои знания. Я находил множество деталей, моментов, которые уходили вглубь веков. Устная традиция никогда ни у кабардинцев, ни у других народов до революции не было письменности как таковой. Так вот, устная традиция сохранила невероятные факты. Ну, допустим, такой факт. Значит, известно, что это древнее, одним из символов Древней Египты является жук-скоробей. И вдруг, значит, я нахожу, что в одной семье нахожу такого жука, золотой жук-скоробей, который, как они говорят, передавался от потомка к потомкам. Спрашиваю, сколько поколений? Ну, в средний поколенческий возраст 22 года. Может, чуть больше, сейчас уже немножко по-другому. 7-11 поколений. Они не помнят, как назывались их, про это, именно тех, кто стоял у истоков. Но вот эта реликвия передавалась из этой. Значит, получается, что отсюда, с Кавказа, пришли Древний Египет. Ну, об этом мы и рассказываем в своих книгах. Ну, не только бы. Итак, в конечном итоге, вот на сегодня, если говорить о необычном, о таинственном, о мистическом, на сегодня написано более 60 книг о Кавказе, о Кабардино-Балкарии. Это уже ваши, да? Это, да, собственные наши книги. Это те книги, в которых наши чувства, наши отношения, наша любовь, наши знания. Очень многие, ну, у меня в Фейсбуке более трёх тысяч читателей. Я постараюсь чуть ли не каждый день выставлять какие-то фактуры. За меня никто не пишет. Всё пишу сам я. И у меня нет ни чернорабов, ни этого, тех, кто помогает. Приходится до всего доходить самому. И сегодня, как бы сказать, я знаю, ну, конечно, это может быть такое внутреннее знание. Я знаю о Кавказе столько, что этим не просто хочется делиться. Это хочется рассказывать, это хочется передавать. Потому что Кавказ – это великая страна. Это не просто наша родина. Это не просто часть России. Это своего рода путешествие в прошлое, которое позволяет рассмотреть, познать, понять историю человечества. И вот когда ты сталкиваешься на каждом практически шагу, ездим по сёлам, ездим по ущельям. Ну, вот на сегодня, допустим, ну, мне говорят, да ты уже объездил всё-таки 25 лет, начиная с 1994-го, а в основном, конечно, с 2000-го, когда мы организовали своё издательство. Ну, не проходит ни недели, ну, может быть, две недели, чтобы мы не совершали куда-то какие-то поездки. То есть, можно сказать, постоянно. Постоянно, да. И вот знаете, как бы сказать, то, что это... Раньше я думал, ну, вот что такое Кабардино-Балкария? Пять ущелья, пять основных ущелья, которые я так... Ну, во всех побывал. Это у нас Холома Безенгийская, это у нас Черекская, или оно ещё называется Балкарская. Это у нас Чигемская, Баксанская и Малкинская. Ну, что ещё? Это совершенно была не просто неверная, а совершенно, ну, недальновидная точка зрения. Вы знаете, каждый раз я куда-то приезжаю, я узнаю что-то новое. И вот не просто узнаю сам. Люди стали доверять, люди стали рассказывать. Не проходит неделя, чтобы кто-то не позвонил, не сказал что-то. А вот там то-то происходит, а вот здесь то-то. Да, я могу сказать, что из 20-30 поездок одна, может быть, может быть, две иногда, но это вообще чудо, дают какую-то, значит, так, сенсацию или что-то. Но сколько необычного, сколько того, что мимо чего мы прошли и не увидели, открывается на каждом шагу. Ну, всего лишь несколько моментов, которые, вот сейчас вышла наша новая книга. Я буквально пару слов скажу, потому что перейти. Мы её потом покажем. Да, значит, в начале Мэриэта мы просто рассказывали о Кабардино-Балкарии. И вышло 7 томов, 7 достаточно полноценных томов, которые раскрывают Кабардино-Балкарию с разных сторон. Это живописная, живописная, это старое слово, значит, красивая, красивая, живописная Кабардино-Балкария. Это таинственная Кабардино-Балкария. Это неизвестная Кабардино-Балкария книга, которая была признана лучшей в России покровению в 2013 году. Это загадочная, увлекательная, невероятная, необъяснимая. То есть, и у меня уже готово ещё три книги, которые, ну, по большому счёту, некоторые из них потрясут человека, который ничего не знает о Кавказе. Например, книга «Мистическая Кабардино-Балкария». Полновесный, солидный том, где как будто речь идёт о мистике, о необычном. Но каждый факт, каждое событие подверждается реальными какими-то, или свидетелем, или каким-то документом, или ещё это. То есть, я не выдумываю, мне незачем выдумать. Природа, люди дают ту фактуру, которую не надо приукрашивать. Она сама по себе интересна. Допустим, я случайно совершенно приезжаю в Чигемское ущелье. Давно это уже было. Это один из первых. В Чигемское ущелье я знакомлюсь с одним из местных учителей, который преподавал историю Искак Газаеву. К сожалению, его сегодня уже нет среди нас. И Искак Газаев рассказывает, что когда-то у них ходили хабары. Хабары – это слухи местного хабара о том, что где-то здесь находились люди, как сказать, которые были и люди, и мумии. Ну, забыто всё что-то, мало ли хабаров, мало ли выдумок. И вдруг моя сестра Тамара Попова, которая была, выдающаяся ботаник, она жила в Санкт-Петербурге, хотя сама изначально, но там она составитель огромного пятитомного труда, называется «Конспект Флоры Кавказа». И вдруг она говорит, что работая в архиве, она нашла удивительный документ. Какой документ? Присылает, и я не понимаю, как это может быть. Ты ищешь, начало XVIII века, 300 лет назад. Начало XVIII века. Из Кабардино-Балкарии поступает сведение, что в одном из ущельей Кабардино-Балкарии, там оно названо Чигемы, то есть Чигемское ущелье, Чигемы, пастухи Чигемы находят храмину. Храмина – это подземный, как бы, подземный дом, открыв который, они обнаруживают там двух людей живых, и написано, что эти люди, они не разговаривают, но они абсолютно как живые. Это старец и девица, молодая девица, которая находится в вот этой подземном склепе. Рядом с ними лежит таз с золотыми вещами. Чигемские пастухи, их 8 человек, забирают эти вещи, и когда они забирают и хотят уходить, раздается голос, голос не людей, голос не старца, голос не девицы, а голос, который сверху идет, чтобы они положили эти драгоценности, потому что там еще лежали книги, ну, скорее всего, Евангелие и Библия. Раздается такой голос, они не слушаются, они уходят, и селение рядом, получается, что это рядом с селением. И три ночи подряд – это не хабар, это реальный документ. Три ночи подряд раздается над селением голос, чтобы они вернули, иначе будет беда, иначе люди умрут. Они не возвращают. Через три дня начинается мор. Все восемь человек умирают. Умирают члены их семей, всего 20 человек. После этого, значит, оставшиеся относят эти вещи туда, но уже ни девицы, ни старца не обнаруживают. Ну, фольклор. История, которая-то, ну, местный такой моздокский комендант, моздокский комендант, до которого доходят эти слухи, посылает своего человека. И это все подтверждается. После этого идет докладная о императрице Екатерине. Это в Сенат, тогда Сенат был главенствующий, и все вопросы решал. Сюда посылается диак, который должен все узнать. События разворачиваются невероятно. То есть, получается, что это время христианизации Кавказа. Еще впереди была Кавказская война, все это. Но такое, что два нетленных тела. Откуда они взялись? Почему? Почему покарали неверных? Все-таки это уже начиналось мусульманство как таковое. К сожалению, эта история не получила того продолжения, о котором мы хотели. Мы не нашли ни эту храмину, ни нашли ни... Кроме документов ничего не осталось. Но документы, их же никто не выдумал. Фольк-история тогда никто не занимался. И вот мы начинаем искать. Мы очень долго искали это место. Мы подключили всех, кого возможно. Мы приблизились настолько к этой истории, что вот-вот должно было открыться. Но все большое, серьезное, таинственное никогда сразу не открывается. Искак Газаев, великолепный рассказчик, собиратель фольклора, человек, который посвятил всю свою жизнь поискам своей истории. Вот он нам помогал. Старенький, маленький, как маленький, я не в ростом говорю, конечно, маленький. Вот он оденет калоши, он в калоши ходил, и начинал каждый день обслеживать по окрестностям. Все, и длится, и это длится месяц, и это, и все лето длится, ничего. На следующий год продолжать. И вдруг раздается звонок. Виктор, я нашел Храмину. Как? Я к тебе выезжаю. Все, я уже, нет, нельзя сейчас выезжать, потому что завтра у меня съемки, завтра этако. Действительно, у него на завтра назначены съемки Нальчевского телевидения. Все это. Я говорю, хорошо, это пятница, я в субботу у тебя. Все, приезжает телевидение, снимает Исхака, была эта передача последняя. Я уже, это, уже мы рано утром собираемся выезжать, и раздается звонок. Исхака забрали в больницу. Отрывается тромб, Исхак умирает. И мы, опрашивая всех людей, которые, возможно, никто не знает, где он нашел эту Храмину. Он не сказал, да? Да, он не сказал, ему некому было говорить, потому что неинтересующихся, нет, неинтересующихся никого нет. Это только один эпизод, а таких было великое множество. Вы понимаете, все, когда вот начинаешь этим заниматься, начинаешь целенаправленно. Оно, с одной стороны, тебе и приоткрывается, с одной стороны, оно как бы затягивает, заманивает. И когда вдруг доходим до какого-то предела, раз, и все, а дальше нельзя. Это все стало основой, вот как я уже сказал, многих наших книг. Вот наиболее серьезные своими работами, я считаю, книгу «Кабарина Балкария. Сто чудес больших и маленьких». Она вышла, да, она вышла у нас три года назад, два с половиной года назад. Эта книга не просто оказалась воспринята, в наше время очень тяжело с реализацией книг. Эту книгу, ну, в прямом смысле, расхватали, потому что мы ее построили очень необычным образом. Эта книга сделана таким, таким Макаром выразимся так. Это рассказ, русская версия того, что было, с чем мы столкнулись. Это английская версия этого же самого текста и навигатор. То есть ты вкладываешь, вносишь координаты в компьютер, вносишь координаты в iPad или что там у тебя действует на это, и находишь это место. Эта книга стала первой. Мы ее сейчас переиздали, она вышла в новом оформлении. Одновременно мы поняли, что я думал, что все, 100 чудес для одной маленькой Кабрино-Балкарии. Под чудесами я позиционирую то, что необычно, то, что выходит за рамки обычного восприятия, то, что интересно людям. Материалы стали складываться один за другим, один за другим. И вот еще родилась одна книга, 50 чудес Кабрино-Балкарии, еще 50 чудес, больших и маленьких. Но эту книгу мы сделали перевертышем, то есть ее можно начать и сначала, и с конца. Со второй части, с конца, мы включили туда рассказ о Кабрино-Балкарском национальном заповеднике, высококорном заповеднике, национальном парке Прильбруссия, восьми заказниках, в 22 особо охраняемых природных территориях. То есть, по большому счету, вся Кабрино-Балкария – это особо охраняемая территория. Это животный мир, это животный мир, это флора и фауна. Это настолько интересно, настолько необычно, что, как сказать, я считаю, что это одна из наших лучших книг. Но, как говорят, все лучшее впереди. Сегодня заканчивается работа и, скажем так, эта книга выйдет уже в июне. Это третья в этой серии книга, которая называется «Кабрино-Балкария. 50 тайм невероятных и мистических». Вот то мистическое, то необычное, с чем я сталкивался за это время, а было таких случаев ни один, ни два, ни три. То, что вызывает повышенный интерес, начиная от НЛО. Здесь великое множество было наблюдений НЛО. Продолжая темой снежного человека, это тоже очень необычная тема. Еще до недавнего времени, в 50-х, 60-х годах, в Кабрино-Балкарии встречались десятки алмосты. Алмосты – это с местного, это снежный человек. И продолжая такими темами, как, допустим, фантомы, эльбрусская дева, черный альпинист, то, что подтверждено конкретными фактами. И заканчивая вообще мистическими, в прошлом году мы узнали, что в балкарском фольклоре есть рассказ о необычном объекте, который спустился с неба и жил в одной балкарской семье. Это получился своего рода, не получился, это своего рода космический зон. Причем это подтверждено рассказами очевидцев, они еще сохранились. Это подтверждено включением в эпос «Кабардино-Балкарские мифы». Ну и другие, мы побывали на этом месте. И вот таких моментов здесь 50. Вы знаете, даже мне, который все это написал, который все это читал, интересно все это читать, потому что это привлекает, это увлекает, это заставляет, как сказать, мчаться в то место, где это происходило. Вот эта книга тоже необычная. Вот этих 50 мест, кроме того, все иллюстрации взяты оттуда, где происходит, кроме того, есть, опять же говорю, английская версия. И так как мы не совсем все хотим раскрывать, потому что это... Навигатор мы не даем, но мы даем текстовой навигатор. То есть, кто захочет, он обязательно найдет. Вот эта книга выйдет. Они эти все три книги составят трехтомник, который будет вложен в единый футляр. Будет называться эта серия или футляр из трех работ. Будет называться «Кабрино-Балкария. Чудеса и так». Еще это просто такое. Вот у вас издательство, да, Марии и Виктора Катлеровых. А супруга, она как-то участвует? Ну, конечно. Именно уже в помесках. Конечно, да, конечно. Мы вместе это, вместе работаем. Вместе это... Ну, нельзя сказать, что, допустим, если в книге написано, допустим, Мария и Виктора Катлеровы, нельзя сказать, что это написал, материал написала, допустим, мы вдвоем. Все складывается по-разному. Где-то, допустим, один автор будет. У другого материала второй из нас авторов. Где-то мы что-то дополняем друг друга. В данном случае это своего рода, как бы сказать, маленькая команда. Вообще нас очень мало. Нас всего 4-3-4 человека. То есть, по большому счету, у нас даже и команды нет. Хотя желающих как будто много. Но, вы знаете, вот... Желать и действовать. Желать и действовать разные вещи. Александр Сергеевич Пушкин сказал, мы ленивые и нелюбопытные. Читателей в Фейсбуке огромное количество. Ну, вот дошло до конкретно... Я решил это... Ну, один просит, второй просит, третий просит. Я решил организовать экспедицию, познакомить людей хотя бы с чем-то. Все стали записываться. Записалось 40, по-моему, или 42 человека. Ближе и ближе поездка. Суть в том, что вот с той же самой путевкой ничего толком не получилось, что пришла всего одна девочка и потом еще ребята на машине. И в конечном итоге, когда дошла речь до того, что экспедиция невероятно тяжелая, легких не бывает, потому что чудеса никогда близко. К сожалению, вот это все сорвалось. До сегодня у нас, к сожалению, нет команды как таковой. Желающих много, но вот чтобы люди кому-то позвонили, сказали, поехали, все. Таких... Легких на подъем. Да, таких очень мало. А еще раз говорю, Кабарина, Балкария, это терра инкогнито, страна неизвестная. Столько всего еще можно открыть, столько можно узнать. Я говорю, что недели не проходит, чтобы кто-то не позвонил, чтобы что-то не сообщил. Ну вот, хотя бы майский звонок из этого, звонок женщины вначале вышла по ФСБ, сказала, что ее знакомая, которая проживает в Санкт-Петербурге, поезжает сюда продавать дом, и у них очень необычный дом. Оказывается, что значит необычный? В этом доме есть подвал. Подвал глубиной 3 метра. Размеры примерно 3 на 2,80. И, значит, в этом подвале есть две заложенные двери. То есть полусвод и действительно заложено. Я иду туда, смотрю, и не могу понять, что это. Для чего в подвале полусвод, который никакой не несет практической нагрузки. Ну, что там может быть? Вот эта женщина снова, ее зовут Лена, снова вернулась, предлагает вскрыть. Я не знаю, может, все это кончится ничем. Но в то же время это интересно. Почему еще интересно? Потому что этот подвал, в этом доме раньше жил поп, который обслуживал церковь, которая находилась на месте нынешнего танзала в Каврино-Балкарии. И она была разрушена в 1928 году. Но весьма вероятно, что от церкви, буквально в 10-15 метрах этот дом находится, вел подземный ход. Трудно, это только один момент. Другой момент, это все буквально совершенно свежее. Приехали ребята из Москвы, группа «Достояние планеты». Они изучают пещеры в Каврино-Балкарии. Сказали, что обнаружили в Хаймаши очень необычную пещеру, где на стене как будто бы, скажем, облик или святого или что-то. Третий момент, тоже совершенно звонит хороший альпинист, мой добрый товарищ Казбек Шибзухов. Это все майские события. Говорит, что нашел по дороге в Джилусу, там, где это Малкинское ущелье, долина Нарзанов, нашел пещеру, на стене которой кресты. Мы выезжаем срочно туда. Кресты необычные, кресты индоевропейские, то есть свастики. Оборотная свастика, их несколько. Что это, для чего это, трудно очень сказать. Тот же самый период, он говорит, есть еще одна пещера. Идем в ту сторону, и вдруг обнаруживаем прямо на рыхлой земле след человеческой ноги, который составляет примерно 45 сантиметров. Четко видны пальцы. Если бы это был медведь, была бы подушечка. Один палец и подушечка. А здесь все пять пальцев. Если бы я это придумал, зачем мне это придумать? Вот след. Трудно сказать, алмасты это или не алмасты. Но то, что это с чем-то необычным, то же самое. И одним словом, вот таких моментов великое множество. Совсем не успеешь. И очень редко я субботу-воскресенье, вот сегодня вы меня застали, потому что завтра день памяти адыгского народа, окончание Кавказской войны. Я здесь, у нас там будет торговля книгами. Поэтому... А так суббота-воскресенье практически всегда в горах. Ну, очень рад, в общем, познакомиться с вами. И, наверное, да, не каждый из нас может себе посвятить свою жизнь, наверное, такие эмоции. Ну, это, вы знаете, я не посвящаю чему-то жизнь. Вы знаете, надо следовать одному принципу. Есть очень интересное высказывание, которое гласит следующее. Ты будешь всю жизнь не работать, если твоя работа, тебе будет радость. Я действительно не работаю. Мне работа в радость. Работа, когда работа в радость, это не работа. Мне радостно и издавать книги, и, естественно, радостно узнавать что-то. Потому что, ну, вот раздается звонок, кто-то звонит и говорит, вот то-то, то-то. Я все бросаю и срываюсь. Да, практически, еще раз говорю, один, может быть, из ста, когда это настоящее открытие, настоящая сенсация. Но ведь дело не в том, сколько ты откроешься. Дело в том, что ты увидишь, что ты узнаешь, что ты полюбишь. Я люблю эту землю. Я люблю страну, а я говорю о Кабарином Балкарии, как о стране, страну, в которой живу. Я люблю Россию, потому что если не любить то, что тебе близко и дорого, для чего тогда вообще жить? Да, верно. Я, наверное, это для многих молодых будет хороший. Будем надеяться. Ну, вот такая увлекательная, у нас получилось увлекательное интервью. Я думаю, Виктор, если кто-то захочет пообщаться в Фейсбуке, я могу дать контакт. Никаких проблем. В Фейсбуке, ВКонтакте, поэлектронке. Я открыт для диалога, для любых сведений. Пожалуйста, пишите, ответим, напишем. Заинтересуют книги, пришлем. Никаких проблем. В общем, энтузиасты, вперед, можно по Кабарином Балкарии работать. Спасибо большое вам за интервью, огромное. И, ребят, делитесь с друзьями, комментируйте, ставьте лайки. И до новых встреч. Всем пока.